Все присутствующие И вот на ютубе, на страничке Бишоп Журавлев Там можно будет также поинтересоваться под ним И приветствую от имени также нашей церкви Привет вам от наших всех братьев, сестер В основном с Украины, с Киева Откуда я как раз сейчас еду, через Харьков Спасибо Это двойная порция такая, да? Ага, вот так вот Поехали И я имею честь быть епископом церкви Архиепископом украинской реформаторской православной церкви Обновленцы мы, реформаторы И конечно, может быть, некоторые из присутствующих Не понимают, может быть, что такое обновленцы Что за, иногда дразнят обновленцы Что за обновленчество Может, читали Ильфа Петрова, 12 стульев Помните отца Федора? Ну, не очень хороший персонаж А знаете, но там есть такой эпизод Про поводу обновленчества Когда после исповеди, да? Когда он приходит, значит, домой Бороду срезает, там, значит, ножницы берется И матушка вбегает Не как к обновленцам подался А он говорит А что обновленцы, не люди, что ли? А как же люди? По синематографам ходят, говорит Да Матушка Ну, как бы, вот, в принципе, очень мало информации У нас Обычно у нашего обывателя Об обновленческом движении О реформации православной церкви И наши движения очень довольно скромные Еще в основном на территории Украины Но также есть и в некоторых других странах Бывшего безбожного Советского Союза И других странах мира Допустим, в Америке это Харизматик, Ортодокс Чорч Харизматическая православная церковь Некоторые другие церкви в Африке Латинской Америке В Австралии Это те православные, которые объединены идеей Так или иначе реформации Обновления церкви И я, по милости Божьей, дружусь здесь Ну, в основном в Украине и в России И, конечно, также наша епархия распространена На другие некоторые страны Грузию, Молдову, Беларусь и Румынию С конца прошлого года К нам присоединяются священнослужители Бывшие традиционные священники Традиционно румынской православной церкви Вот вкратце, наверное, о нашей епархии Вы можете поинтересоваться также в интернете Зайти на сайт нашей церкви Alivechurch.info Живаяцерковь.info Или же в любом поисковой системе вводите Украинская реформаторская православная церковь Или же, вот вашу покорную услугу Архиепископ Сергей Жрулев И попадаете на какую-то из наших страничек обычно Либо где нас ругают, либо где нас валят Либо на нашей страничке Реформация это дело непростое Да, аббревиатура УРПЦ Встречается сегодня по разному поводу И, друзья, тему я очень такую непростую Сегодня хочу раскрывать Поэтому приготовьтесь к работе Работе очень благодарной Наша душевная работа, наша умственная работа Это, на самом деле, это благостовенный Это Божье благостовение По милости Божьей Бог нас создал людьми разумными Бог нас создал людьми, которые могут принимать решения Которые могут учиться Это благодать Бога Он создал нас по образу и подобию своему Есть за что Богу похвалить Есть за что Бога поблагодарить Слава Иисусу Христу, друзья мои И, конечно, я буду говорить об Израиле и церкви О церкви христианской и об Израиле как народе и как государстве Израиль и церковь, церковь и Израиль Вчера, сегодня и завтра В эти три вечера Я, конечно, не претендую на полную раскрыть эту тему Это очень огромная тема и очень ответственная тема Я понимаю прекрасно, что сегодня я хочу Знаете ли, больше так вот популярно В популярной форме вас заинтриговать этой темой даже по-хорошему Очень хочется, знаете ли, как-то посеять какие-то, знаете ли, слова добрые, хорошие Которые заставят вас в дальнейшем искать материалы некоторые Думать, размышлять, молиться Я очень надеюсь, что многие из вас слышали некоторые уже лекции на эту тему Мне будет проще тогда говорить с вами Допустите, может, слышали Бориса Саулыча Хрисенко Израиль и церковь Его материалы, его лекции Потрясающие материалы Я очень люблю Бориса Саулыча Мы с ним давно уже дружим С 97-98 года И знаете ли, и с того самого времени, когда я приехал в Украину Украина моя вторая родина Где я как реформатор состоялся Моя первая родина, это Россия В Поволжье я родился Уже впоследствии Да, и в России же я начинал служение В православной церкви Не в обновленческой, не в реформаторской А в самой обыкновенной традиционно русской православной церкви Да, в принципе, в Союзе другой и не было Ну, была еще неофициальная катакомбля Но, как бы, информации никакой у меня не было об этом Я был молодым человеком, который хотел служить Богу И я хотел служить Богу в храме, который я очень любил И помогал священнику, которого я очень уважал тогда Это было в 88-м году В самом начале 88-го Начал самый трудовой старший в русской православной церкви Это было в городе Орле Город Орел, Орловская епархия Затем немного поработал в Московской области В городе Солнечногорске Затем, как священник уже начал труд свой Сразу после рукоположения В 91-м году это уже было Это было в Рязани Рязани и Рязанской области А потом был священником в Брянской области То есть, вот, как бы, центральная европейская Россия Это то место, где я начинал свое служение Но в 96-м году Я представлюсь просто, для информации В 96-м году, по идейным соображениям Я и моя супруга, наша семья Мы вышли из традиционной русской православной церкви Я, как священник, объявил своему начальству непосредственному Что, по идейным соображениям, я не могу Я выхожу, так как я не могу Больше исполнять обязанности священника Приходского священника, настоятеля храма Обязанности, которые на меня возлагает моя деноминация Моя церковь Что произошло? Как я дошел до жизни такой? Что меня побудило это заявить? Что побудило меня выйти? Что побудило меня, как бы, знаете ли, шагнуть в неизвестность С насиженного места? Потому что мой последний приход в традиционном православии Был приход, о котором многие священники Даже сейчас могут мечтать Это был большой храм Это был храм, который почти никогда не закрывался Это был большой дом церковный Это было большое уважение Большая круга Большие районы вокруг Которые знали об этом храме всегда И, знаете ли, что меня побудило? Словами люди рассказать так Соло скриптура Только Писание Знаете ли, что-то изменилось тогда во мне И не только во мне В моей жене В моей тёще В наших отношениях В наших отношениях к друг другу В наших отношениях к Богу вообще Знаете, друзья Я с того времени С того самого 96-го года До сегодняшнего дня До сегодняшнего вечера К примеру Я не молюсь никому другому Помимо Господа Я не молюсь В этом плане я протестант Можно так сказать Православный протестант Я не молюсь Допустим Святым умершим Я оставил Эту неправильную веру Как я понял Это через Слово Божье Через Библию И обратился К правильной вере В то, что есть Един Бог Написано Первый постанник Тимофея Вторая глава Пятый стих Первая Тимофея 2.5 Написано Ибо един Бог И един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус И дальше говорится Предавший себя Для искупления всех И это есть благовестие Друзья мои Сегодня Я не ломаю голову Над вопросом Какому святому Молиться мне В какой нужде Я знаю Один За всех Как было сказано уже Да Один за всех Он пролил свою кровь И все За одного Ни в ком оно Нет спасения Апостолы Иисуса Христа В это верили Ученики Первые ученики Первые христиане Они это очень Болезненно Даже так Осознавали Потому что Даже перед угрозой смерти Они исповедовали Своими устами Что ни в ком оно Нет спасения Ибо нет другого Имени под небом Данного человека Которого надлежало бы Нам спастись Четвертая глава Деяния говорит нам Об их мужестве Об их исповедании И сегодня 21-е столетие Братья и сестры Сегодня Когда космические корабли Бороздят просторы Вселенной Сегодня мы Мы также Исповедуем Ту же самую Старую И одновременно Новую Эту веру Эту Знаете ли Веру В которая Предана нам На самом деле Не просто от отцов наших А предана нам От самого Господа Предана нам От Через Слово Божье И Я об этом тоже Немного расскажу Конечно по ходу Сегодня Завтра Наверное Будут тоже Об этом сверлиствовать И знаете Друзья И Тогда На меня повлияли Некоторые В 96-м году Некоторые люди Не только Библия К Библии Обратиться К священнику Тогда Традиционному Православному Священнику Сергею Жавлеву Помогла Дружба И общение С некоторыми Удивительными людьми И Общение С некоторыми Православными Священнослужителями Прорестивными Священниками Некоторые Из них Еще живы Некоторые Уже Ушли Вечность И Мне очень Помогли Книги Александра Меня Очень Помогли Его Друзья Очень Помогло Общение С этими Людьми Очень Помогли Общение И дружба С Протестантами Я Тогда Познакомился В 96-м году Познакомился С протестантами Это Были Пятидесятники Один Из них Он Сегодня Еще Служение Пастора Пресвитера В городе Сураже Брянской Области Это Григорий Тильных И В Брянщине Очень много С этой Семьи Служителей Они Ни одно Поколение Служат Господу И Григорий Тильных Сейчас Является Пресвитером И Знакомство С ним Это Было Первое Знакомство С протестантом Когда Он Мог Попеседовать Пообщаться Выяснить Некоторые Несогласия Несогласия Почему Я такую Предысторию Рассказываю Потому Что Как Православный Реформатор Я Часто Обращаюсь Последние Те годы К теме Израиль и Церкви К теме Антисемитизма Почему Потому Что Думаю Что Сегодня В христианстве Это очень важная Тема Я думаю Что Не то Что думаю Сам лично Даже Через Слов Божий Я в этом Убежден Что Это очень Важная Тема Потому Как Господь На самом деле Он Грядет Об этом Уже Было Сказано Здесь Сегодня Господь Грядет И мы Ожидаем Его Пришествие И Перед Его Пришествием Должны Совершиться Некоторые Особые Деяния Особые События Должны Произойти И Одно Из них Из этих Событий Это Удивительное Обращение Народов Иисус Говорил О нем Было Сказано Вот был Праздник Средний Иисус Есть свет Просвещение Всех Народов И он Есть слава Народа Своего Израиля Первая Часть Прочества Уже Испомнилась Фактически Сегодня Трудно Найти Народ Где бы Так или Иначе Не было Бо Пробедено Слово Господне Где бы Об Иисусе Христе Ничегошеньки Не знали Сегодня Даже В самые Трудно Доступные Такие Регионы Нашей Планеты Слово Божие Приходит Но И вторая Часть Прочества Уже Исполняется Начала Исполняться На самом деле В 20 Ставете Особенно Исполняется Вторая Часть Прочества Что Иисус Есть Свет Просвященных Народов И Слава Народа Своего Израиля Иисус Христос Да Проверьте Камеру Пожалуйста Он Есть На самом Деле Слава Народа Своего Израиля Сегодня Здесь Мы Собрались Верующие Очень Разных Динаминаций Церквей Но И Национальностей Слава Богу Интернациональная Церковь Я думаю Это мечта Бога Но Я думаю В сердце Бога Еще Удивительно Обращение Еврейского Народа Обращение Евреев Это на самом деле Было сказано Уже В этом Здесь Что Господь Должны Сказать Однажды Евреи Как народ Как нация Благословен Грядущий Во имя Господь Это удивительное Событие Не за горами Друзья Мои Христианский Антисемитизм Все это здание Огромное Христианского Антисемитизма Строилось На ложных Некоторых Порочествах На ложных Откровениях Которые На наших Глазах Субботных Субботных Субботних Дня Начала Субботных Сегодняшний Твоим Твоим Присутствием Всякох Которые Откровениях Которые Субботных Продолжая Продолжая В пятом В пятом Столетии В шестом Столетии То есть Тогда Когда Историческое Гонителям Церкви Мы знаем О Колизее Мы знаем Об этих Ужасах О садах Нейрона Мы знаем О последующих Императорах Мы знаем О Диоклетиане Последнем Таком Яром Гонителе Христиан Который Уже Хвастался Даже В начале Четвертого Столетия Он хвастался Что истребил Вообще Христианство Сохранилось Даже в архитектуре Этот документ В нынешней Франции На территории Нынешней Франции В Галлии тогда Провинции Была построена Арка Триумфальная В честь этого Тирана И Перечислялись Его победы И заслуги Там допустим Покорившие Такой-то народ Захватившие Такую-то территорию Там и прочее И Среди титулов И заслуг своих Он приказал Написать Что он уничтожил Христианство Буквально На латинском языке Звучало Ну Буквально переводится С латинского Звучало так Уничтоживший Суеверие О Христе Он считал Что с христианством Покончено Он считал Что он Массированным Таким ударом Уничтожил Христианство Да На самом деле Очень были Жестокие гонения Тысячи и тысячи Христиан Сгорали на кострах Этих гонений Это не передать Когда мы Обращаемся К страницам Истории Мы видим Просто ужасающие Факты Знаете ли Таких Изверств Но церковь Выстояла Слава Богу Церковь Выстояла И Диоклетиан Закончил свою жизнь Выращивая капусту У себя На даче Будем так говорить Мирным Таким Дедушкой Но он уже Старым человеком Он видел Что Все его победы Оказались ничем Христиане Они выходили Из-под поля На его глазах Христианские церкви Легализовывались Это было в начале Четвертого столетия Тысячи христианских Церквей Легализовались По всей Необъятной Римской империи От Великобритании До Ирана Ирака Индии Китая От Чуть не Скандинавии До Африки Африканских Провинций Порой даже До центра Африки Доходили Эти территории Где легализовывались Христианские церкви Строились Тысячи и тысячи церквей Время свободы Оно удивило Очень многих В империи Римской И за пределами Этой империи Оказалось Что во многих городах Рима Римской империи До 10% Населения Это христиане И это в условии Конспирации Порой строжайшая Конспирация Работали братья наши Нельзя было Собираться На больших собраниях Даже подобное Собрание Могло закончиться Арестом Знаете ли Легко было выявить Первых 300 лет Церковь Фактически Постоянно развивалась За счет Сети Конспирации Таких Домашних общений Домашних групп Когда Ральф Нейборн Он говорил О Ячеечной структуре Церкви То многие В свое время Его критиковали Некоторые Даже Известные Христианстве Лидеры И говорили Ральф Ты что-то новое Влагаешь В души наши Но он говорил Господа Позвольте Это хорошо Забытые Старые На этом Церковь Строилась Первых 300 лет И что Мы свой опыт Отвергнем Сейчас Наши дни И мы говорили Но сегодня Америка Свободная страна Нам не нужна Ячейка Зачем У нас есть возможность Собираться В капелла Собираться В храме В костеле В молитвенном доме Свободно Но он сказал Вы не поняли Есть кое-что Что мы не учитываем Сегодня С нашим менталитетом Знаете Церковь очень много Потеряла Отказавшись От еврейских Мозгов Церковь очень много Потеряла Отказавшись От еврейского Прочтения Библии Церковь очень много Потеряла Отказавшись От еврейской Культуры В своем Основании Потому что Знаете Вот это понимание межпаха, понимание общины, понимание вот этой дружбы, понимание вот этих тесных общений. Церковь, превратившись в такую структурную систему, в храмовое служение, потеряла вот эту любовь первых столетий. И Ральф об этом очень хорошо пишет, кстати, рекомендую. И это откровение, которое взорвало, кстати, и Южную Корею, у, насколько я знаю, у Йонг Ичо, у многих других лидеров Южной Кореи, кстати, здесь много представителей корейского народа, слава Богу, за Корею. Сегодня мы благоставляли Кореев на рынке, там, в ресторанчике. Слава Богу, да, хорошая еда корейская, знаете ли, замечательно, хорошая кухня корейская. И, я, наверное, в душе тоже корейцы. Да, и знаете, и у Йонг Ичо, у других известных корейских служителей именно откровение есть, то же самое, что было у Ральфа тогда. А именно акценте на вот такие ячейчные структуры. И, кстати, это очень сильно помогло во многих регионах нашей планеты христианство не только выжить, но и распространяться по сей день. Возьмите коммунистический Китай, который, так и остается пока еще коммунистическим. Возьмите другие некоторые регионы, где очень трудно христианским общинам развиваться. Они, благодаря ячейчной структуре, хорошо могут развиваться, там, слава Богу. Хорошо, это отдельная тема, конечно. Это один из примеров. Церковь много потеряла, отказавшись от своих еврейских корней. Евреи очень много потеряли, лишившись церкви. Мы все пострадали. Будем так говорить, как, знаете, в разводе нет выигравшей стороны. Все равно признают психологи, да, больше или меньше, но обе стороны страдают. И при разводе все страдают. Хотя даже могут люди говорить, о, мне хорошо, я выиграл от развода. На самом-то деле, вот эти шрамы, знаете, вот эта вот трагедия, которая разыгралась, она коснулась всех в семье. И есть выход какой? Бог, воскреситель наш. Он есть воскресение и жизнь наша. Он оживляет нас. И Бог хочет снова, вот эту вот, знаете, первую эту любовь воскресить нас, вернуть нас корням нашим и евреев и неевреев вместе под одним покровом собрать. Как птицы птенцов своих. Удивительно, друзья. Кстати, у нас здесь элементы как раз шабата. Есть хала. Две халы, как положено. Я вижу, вы так наблюдаете за правилами. Есть разные объяснения, почему, ну, проще говоря, вкусные такие плетенки, значит, булочки такие. И почему две? Есть разные объяснения, почему они плетеные. Есть куча всяких объяснений. У разных хоровинов, можно по-разному прочесть, очень интересно. Но есть такое объяснение мессианских хоровинов, мне очень нравится оно. Означает евреев и неевреев. Бог хочет вместе нас под своим покровом просто-просто сохранить, благоставить. И это правда. В новозаветном понимании Иисус, Он пролил Свою кровь за всех нас. Его еврейская кровь была пролита и за меня, и за тебя, и за каждого из нас. Евреи и неевреи. Удивительно, конечно. Друзья мои, на каком же... Так вот, я историческую такую справочку немного дал, что церковь стала из-под поля выходить, и она стала распространяться уже легально. Но в это время церковь ждала очень серьезные испытания, которые, к сожалению, тогда христианство не прошло доблестно. А, к сожалению, позорно завершилось, этот экзамен завершился. Церковь упала в очень серьезные проблемы. Одна из мегапроблем тогдашних церквей, это цезарепапизм. Слышали такое? Цезарепапизм. Если пишите, пишите. Цезарь это царь, папос это отец. Светская и духовная власть. Цезарепапизм это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. И церковь попала на самом деле в эту рабскую зависимость. И те негативные моменты, которые были в церкви, те некоторые духовные заболевания, которые имели место в церкви, но эти заболевания протекали незаметно, они все наружу вышли, эти проблемы. Очень многие. На примере человеческой судьбы, скажу, мы все вроде бы одинаковы, но, как говорят, хочешь проверить человека, дай ему денег немного, посмотри на ему реакцию, как он реагирует на деньги, как он реагирует на власть, хотя бы даже небольшую, хотя бы даже одну улочку, эфрейторскую дай. Но посмотри, что с ним делают, как эта небольшая даже власть. Пусть даже небольшие деньги. В мире мы можем видеть разную реакцию. Кого-то трясет буквально. Очень нездоровая реакция, когда руки трясутся у человека даже от небольших денег. Это американцы говорят Gold Rush. Золотая лихорадка. Хорадка от золота его трясет уже. Это очень нездорово. Он может от рукой и револьвер достать потом, и что угодно сделать, и нож с тебе в спину всунуть. Поэтому они очень осторожно беседуют с теми людьми, старая кавбольская мудрость. У кого от вида золота, руки трясутся. Лучше первый револьвер доставай. И, знаете ли, я был в Калифорнии, был в музее золота, и там очень много интересного для себя, для проповеди взял. Много тем интересных. А сокровище настоящим и сокровище ложным. И как люди реагируют на золото, как люди реагируют на богатство. И на самом деле, друзья мои, церковь, к сожалению, не прошла проверку тогда. Но я говорю, церковь не просто как некоторые личности, а в целом, в массе своей, были разные люди, были те, кто доблестно прошел проверку. Безусловно, не всех под одну гребеночку, сейчас я, знаете ли, были разные люди тогда и сейчас, все мы разные. Но есть некоторые общие принципы. К сожалению, большинство лидеров христианства тогда, большинство, даже подавляющее большинство, не прошло проверку властью и деньгами, короче. Властью и деньгами. То, что не могли сделать гонения римских императоров, вот такие вот, знаете, тюрьмы, заключения, убийства, угроза смерти, пытки. То, что не могли сделать костры эти, да, смогло сделать золото, смогли сделать гордыня, похоть отчей и гордость житейская. Знаете, удивительная история. У нас просто мало времени, чтобы так вот эту тему поглубже копнуть, но, поверьте, примеров более чем достаточно в этот период времени. К сожалению, приходят часто краснеются наши братьев тогда, которые говорили от имени церкви Христа. Были герои веры, такие, как, допустим, тот же самый там, ну, в конце концов, кого назвать, Афанасий Александрийский, в конце концов, лидер североафриканских христиан, который принципиально сказал нет властям, в частности, императору Константину, когда тот потребовал от церкви не только Кесарева, но и Божьего уже. И были, да, слава Богу, такие, как, значит, этот служитель, которые заявляли, что Кесарево Кесарева, а Богу Божье. Но, к сожалению, чаще всего люди попали в такую зависимость. Что к чему-то привело? К тяжким последствиям. В христианстве уже наблюдались нездоровые процессы некоторые к тому времени. Антисемитские такие поползновения. Были служители такие, ну, мы, думаю, понимаем, да, что к тому времени большинство обращенных в Иисуса, большинство христиан были уже неевреи. Это не то, чтобы первое поколение христиан, первое поколение верующих, где были все мессианские евреи, да, первые десятилетия потом, появляются неевреи. И даже у наших братьев старших были сомнения, мы читаем об этом в деяниях, да, как принимать ли неевреев, вот таких некошерных, вот таких вот необрезанных, но на которых уже Роха Кадош сошел. Дух Святой уже на них сошел, представляете? Как бы Петра еще там сканировали. Петр, мы уважаем тебя, но будь добр, выложи, расскажи нам все от начала до конца, а мы порассуждаем. Ты не обижайся, но мы будем рассуждать. И после долгих дебатов, не так-то просто было, многим братьям, уверовавшим, ревнителям, знаете ли, тогдашним хасидам, признать, что не евреи, они такие же братья. Да, некошерные, да, у них там много всяких проблем, и вообще там такое, что не разберешься порой в них, но Дух Святой сошел на них, без всякого объявления. Ну, объявление было, было пророчество, да, но они не думали, что оно вот так вот исполнится. Они же думали, придут эти неевреи, они обрежутся, они станут кошерными, ну, более или менее, они как-то все-таки войдут как-то в народ, в тело, да, народное. И, как бы, знаете ли, и потом уже они получат, после там какого-то испытания, может быть, Духа Святого. Но Дух Святой по-другому стал действовать. Он поторопился, казалось бы, нет, он не поторопился, он показал кое-что. Что не делами закона оправдывается пред Ним, человек. Он показал очень многим кошерным, что настоящая кошерность, это не просто, знаете ли, купить правильную булочку, да, и положить не бекончик на нее, а что-то еще. Нет, кошерность настоящая, это что-то другое. Что, оказывается, Бог смотрит на нечто, на другие какие-то вещи. Не перечеркивая прошлое, Бог открывает как бы новую страницу истории, абсолютно новую страницу истории. Удивительно, на глазах поколения произошла настоящая революция. Без пушек и ружей, да, без кровопролитий, казалось бы, но революция идеологическая, революция вероучительная. Реформация, революционная реформация произошла. И здесь, конечно, одну из ключевых позиций занимал Павел, апостол Павел. Ревнитель, чистый по закону, который все почел счетою ради познания Мессии. Он гнал Бога, думая, что служит Ему. Господь остановил его, и он воскликнул, ослепленный уже, Господи, кто ты? Знаете ли, Господь проговорил ему, Он есть Сам Иисус, Иисус, Которого ты гонишь. Друзья мои, удивительные события происходили в книге Деяний, но по мере того, как церковь наполнялась язычниками, неевреями, церковь ждала новое испытание. И это было испытание через 100 лет, чуть больше, 100 лет прошло после Иисуса. Во время гонения еще были такие уже поползновения, к сожалению. Был один епископ римский, который заявил, что, мол, давайте будем отличаться от евреев. Давайте мы, по крайней мере, Пасху будем праздновать в другое время, не с евреями вместе. Чтобы римские власти, при случае, они могли видеть, что мы не евреи, евреи не мы. Если они на евреев злые власти, пусть они с евреями сами разбираются, но они будут видеть, что мы не евреи. У нас Пасха в другое число. Но все говорили, Виктору этому епископу, что мы приняли из Писания 14 Несана. Какую ты дату предлагаешь? Он говорит, давайте мы вот на ближайшее воскресенье перенесем. Тем более, что в империи это день гуляний, день, знаете ли, выходной. Людям это, римским властям это будет очень приятно, что мы вот так вот, знаете ли, вот, значит, ну такой подхлемаш такой, какой-то религиозный совершен такой. Поближе, как мы будем к ним, но это не спасло церковного гонений. Когда начались гонения власти и евреев, и неевреев, и христиан, все опять гнали. В общем-то, мало помогло это, эта хитрость. Мало помогла эта уловка. Но, знаете ли, это предложение римского епископа, римского папы Виктора, оно напугало очень многих служителей тогда. Ну, заставило задуматься над этим вопросом. И большинство епископов тогдашних написали ему протест. Заявив, что это недостойное поведение служителя, они заявили, что вот так вот Божье слово, Божьим словом жонглировать это недопустимо, что нельзя поступать таким образом. И, как бы, ради выгоды, сиюминутной политической выгоды, допустим, да, как бы, ради своей шкуры безопасности на какое-то время нельзя вот так отказываться от вечного становления опасья. Но Ириной Леонский в этот спор также влез, он написал письмо примирительное такое, между одними и другими сторонниками, ну, артисемитами, Викторопомощниками, и остальными епископами. Ириной Леонский написал, французский этот великий проповедник, написал следующее, что, братья, давайте в этих сложных условиях жизни, в это время гонения, давайте, не будем раздувать сейчас этот огонь. Если Виктор хочет праздновать в другое время, показывая свое нееврейское, свое нееврейство, да, то пусть он будет, как бы, прав по-своему. Давайте ради этого не будем ссориться. Вот, ну, а все остальные останемся на библейских позициях. Ну, порешили, как бы, так и бывает, пусть Бог откроет Виктору, как малазиатские епископы написали, пусть Бог им откроет, значит, вот, что он, у него проблемы, задлуждения такие. Этот спор, казалось бы, мелочь, да? Казалось бы, на первый взгляд. Он потом очень сильно повлиял на последующую историю церкви. Он показал, что есть гнильца в теле Христа, есть какая-то болезнь, она бродит, какая-то болезнь определенная. Имя этой болезни антисемитизм. И когда церковь вышла из-под поля в четвертом столетии, эти нездоровые вещи, они получили свое развитие. Потому что власти римские, они были, хотя уже как бы христианскими назывались, но они были явно антисемитскими. Вспомним Елену императрицу, вспомним императора Константина, жутких антисемитов, людей, которые до мозга костей ненавидели еврейский народ. Которые считали своими подданными, но самыми негодными подданными. И император Константин, строив новую вертикаль власти, созидая империю как бы на новых началах, но, как говорится, новые штаны, но со старыми заплатками. Дело в том, что он эти традиции антисемитизма пронес в свою эту новую государственную структуру. Иллюстрация есть интересная. Письмо императора Константина, значит, к церквям, ко всем христианским церквям империи. Письмо, мы не знаем, были ли ответы. То есть, в общем-то, там письмо даже не подразумевало, что он просит какой-то ответ дать. Возможно, что были ответы. Возможно, но я не нашел до сих пор даже упоминания об этих ответах. Но письмо было открытым. Сотни писем этих экземпляров переписывались и по всей империи распространялись, по всем церквям. Они должны были зачитываться в церквях. Не во всех церквях, но в большинстве церквей они были зачитываны. Почему не во всех? Потому что не все церкви стали государственными церквями. Были как бы нерегистрированы. Проще говоря, чтобы было понятно. Как в советское время, да? Было регистрировано вратство, допустим, баптистов, песятников, православных. Были нерегистрированы такие подпольные, как бы, такие течения. Вот одного из таких братьев, очень уважаемых, я имел честь и возможность много раз выслушивать лично. И общаться с ним. Недавно он ушел в вечность, не так давно. Это Иван Петрович Федотов, епископ песятниковского братства. Может быть, кто-то читал его книгу, потрясающую книгу. Одну из лучших, что я прочитал вообще в моем христианстве. Называется «Встать, суд идет». Потрясающее свидетельство брата. Я когда прочел эту книгу, я загорелся просто мыслью. Я понимал, что он уже старый человек, уже скоро уйдет. И мне очень хотелось с ним лично увидеться, лично пообщаться, лично помолиться. И просить его, чтобы он болился за меня. Иван Петрович Федотов, да? «Встать, суд идет» называется книга. И знаете ли, и мои мечты эти исполнились. Мои молитвы Бог услышал. Он дал возможность быть там в Малой Ярославце, когда видеть уже человеку, будем так говорить, слабым физически, но сильного очень духом. Настолько сильного, что это было не передать. Я увидел гиганта, который был уже дряхлым стариком, будем так говорить, по-нашему, по-земному. Но внутри он был очень крепким человеком, стержнем таким. И Иван Петрович, я даже не простил, просто в руки Бога дал. У меня была мечта, чтобы он помолился за меня. Благоставил мое служение. И после общений он сам сказал, я хочу помолиться, чтобы Бог сказал нечто. И он мне это сказал, пророчество. Потом были еще общения, еще молитвы. И знаете ли, это были потрясающие для меня дни. Человек – живая легенда. Вот я на этом примере хочу проиллюстрировать. Были те, которые не шли на сделку с властями. Были те, которые… Они молились за власти. Они молились за брежневого того же самого гонителя. Они молились за власти. Благоставляли их, не проклинали. Они не желали им зла. Они, наоборот, молились. Бог просвети их, хочет им все. Но отказывались выполнять безбожные постановления этой власти. Которые были на лицо безбожными. Власть порой требует сверх того, что в ее юрисдикции, мне надо говорить. Апостола Христа, первоученики, очень мудро сказали, да? Справедливо ли перед Богом? Вас слушаться больше, нежели Бога. Есть, конечно же, возражения. Но мы все, как бы, винтики одного механизма. Государственного, допустим. Но, друзья мои, я могу много примеров таких привести из истории церкви. Что все-таки того же самого Джона Буньяна, допустим, да? Многих других братьев, которые в этих вопросах показали, на самом деле, непоколебимую веру. Непоколебимую веру во Христа Иисуса. И наша вера будет испытана однажды. Каждого из нас. Вера каждого из нас. И, друзья мои, братья, сестры. Вот когда церковь вышла из-под поля, и в большинстве церквей, легализовавшихся, образовавших в последствии костяк традиционного христианства, были защитаны эти письма императора Константина. Я думаю, это была как бы речь на похоронах. Знаете, на похоронах церкви. Речь ужасная. В этом своем письме император Константин, по сути, повелевает церкви отвернуться от своего еврейского прошлого напрочь. Еврейский народ называют негодным сборищем, последними словами ругается, насколько мог себе позволить император всей огромной империи ругаться на своих подданных. Последними словами оскорбляя еврейский народ, всех евреев, без исключения, он говорит, что у нас общего с этим спротом. И он повелевал своим императорским таким повелением церкви сделать рывок от евреев. Подчеркнуть свое нееврейство несколькими, допустим, актами. Одно из них это было время празднования Пасхи. Тот самый спор вспомнился, тот самый спор, который был еще во втором столетии. В четвертом этот спор власти использовали как повод. И говорили, смотрите, тогда Папа Римский предлагал, Виктор, его мало кто послушался, но сегодня, как император, я повелеваю это сделать. Он повелел это сделать. И, к сожалению, очень мало было голосов возражений. Очень мало. Да, были те христианские общины и союзы церквей, которые не пошли на регистрацию, не пошли под императора, но свыше ста союзов церквей христианских так или иначе пошли на эту сделку. Свыше ста союзов. Это основной костяк всей христианской церкви тогда. Лишь некоторые союзы африканские, французские, на территории Ирана, Ирака, на территории Африки, в Эфиопии, допустим, и Карфаген. Вот в тех регионах христианские общины и союзы церквей заявили о своем неподчинении. Да, и малоазиатские, малоазиатские, вот на территории нынешней Турции, общины и союзы заявили о своем неподчинении таким заявлением. Они говорили, даже если это и спор богословский, это не повод императору диктовать условия. Как нам поступать? Как нам праздновать Пасху? Как нам относиться, допустим, к нашему еврейскому наследию вообще, как таковому? Но это было начало большой беды. Знаете ли, это было начало большой проблемы. Константин и мама его Елена, они заложили основу, по сути, будущей такой, не могу сказать, религиозно-мафиозной коррумпированной структуры православного католицизма, которая тогда как государственная религия зарождалась и потом формировалась несколько столетий подряд. Ну, по большому счету, примерно пять столетий ушло на то, чтобы сформировать всю эту модель. К девятому столетию, к десятому даже столетию, больше или меньше уже это все было завершено, оформлено. В середине девятого столетия, допустим, даже были узаконены такие празднества, как торжество православия, где объявлялось, что уже все завершено строительство, вот эта система уже завершилась. Это ужасная была система. И она была до мозга кости антисемитская система. Есть над чем задуматься. Друзья мои, размышляя о цезарепопизме, я приведу несколько примеров из другой истории. Тоже истории христианства, но уже и ближайшей к нам истории. Двадцатого столетия, когда в Германии социалисты, эти национал-социалисты, фашисты пришли к власти, то Гитлер как фюрер, как лидер, он понимал, что в христианской цивилизации невозможно ничего нормального сделать в политике без поддержки христианской церкви, христианства как церкви, лидеров христианской церкви. По рождению и по своей конфессии, деноминации, он был и оставался до последнего дня своей жизни, до последнего вздоха своего, оставался католиком, то есть христианином. Конечно, сегодня и католики, и многие христиане открещиваются и говорят, что у нас ничего общего нет с Гитлером, и Гитлер не наш, но мы-то должны признать сегодня, положа руку на себя, что это наш, что он христианин. Неприятно такую родню признавать, даже скажу так, что есть такие родственники, наверное, кто-то попадал в такую ситуацию ненормальную, может, бывают такие родственники, которых очень не хочется видеть вообще, и признавать их родственниками, но есть, к сожалению, у нас родственник с Гитлером. Он был христианином. Да, он был оккультистом, он увлекался мистикой, да, но он был до мозга костей христианином. Именно христианином, я понимаю, как христианин, как верующий, не все то золото, что блестит, не все то христианство, что называется христианством, в библейском смысле, строгом таком, я могу назвать его не христианином, но он был христианином. Нам сейчас просто можно сделать так, что заявить, о, это не были христиане, и все, и как с Гусево да. Ну, для профилактики пора успокаимся, значит, но, скажем, это не наше, но это наше. Гитлер вырос не на пустом месте, Сталин не с неба упал, он был плодом православной системы, он наш, тоже наш, христианин. Человек, который впервые в истории цивилизации всей человеческой, сколько существует цивилизация человеческая, впервые в истории заявивший, что Бога нет, не было и не будет вообще, все. Он тоже из наших, тоже из христиан. Кстати, и у Гитлера, и у Сталина удивительное совпадение, как бы, мистики, мистически настроенные историки утверждают, что до сотни прямых совпадений, в общем, в их биографии, особенно в раннем детстве, это потрясающе просто. Я когда сравнил, действительно, не врут ведь, правду говорят эти историки, хотя очень испорные такие их теории. Но, как вот, знаете ли, когда мама Гитлера и папа, они знали, что у них будет ребенок, тогда не было УЗИ, не было технологий, им приходилось лишь, как бы, ну, угадывать, кто родится, мальчик или девочка. И они сделали, они были очень религиозные, достаточно религиозные, для даже своего времени религиозные. И мама была даже, так, мистически настроенной католической такой, очень жертвенной женщиной. И, хотя сам Адольф впоследствии написал, что моя мама, я не помню дословно, но примерно так написал в своей автобиографии, что моя мама была обычная немецкая женщина, родившая очень необычного лидера, как бы, что-то такое. Вот, но она была религиозной женщиной, католической женщиной. И они с мужем завеклись, что если родится мальчик, то они отдадут его Богу. Они посвятят его в церкви. И, когда исполнится ему 4 года, они отдадут его в монастырь на воспитание. И он вырастет будущим священником католической церкви. Удивительно, в Российской империи забеременела другая женщина. Это было в Грузии. И у них тоже не было УЗИ. Они тоже гадали. Они были православные. Это были христиане православные. Мама тоже, кстати, была очень религиозной женщиной, склонной к мистике даже женщиной. И, в общем-то, это подчеркнулось в истории. Так вот, и они тоже гадали, кто же будет у них в родстве. Кто у них родится теперь, мальчик или девочка. И они решили, что если родится, поговорили с мужем эту тему, она поговорила с мужем. И решили, если родится мальчик, мы посвятим его Господу. И отдадим его в церковь. Благо, что в горе было и училище, и школа, и училище епархиальное. И пусть из него вырастет будущий священник православной церкви. И много-много. Я сейчас не буду называть, если у нас тема другая. И немного, поэтому опущу все другие совпадения. Но, и поверьте их, ну, я не считал сколько, но люди, знающие, говорят, что до сотни из таких прямых совпадений в их биографиях. Ну, ладно. Интересно. Это два тирана в истории 20-го столетия. Самых великих тиранов в истории человечества. И представьте себе, да, родители Гитлера, они не обманули Бога. Они, когда исполнилось Адольфу лишь четыре, даже не полных года, его дали в монастырь, в строгий монастырь на воспитание, как будущего священника католической церкви. Где его муштровали, где воспитывали из него будущего солдата, будем так говорить, насчет Ватикана. И также не обманули Бога и родители Иосифа. Родился мальчик, да, они отдали его потом, ну, чуть постарше он был, правда, чем Адольф. Его отдали, значит, в епархиальную школу, вначале, потом в училище, потом в семинарию в Тифлис, которым он закончил тоже семинарию. В общем-то, вырастали два будущих священника. Один собирался служить у алтаря католической церкви, другой у алтаря православной церкви. Вот, и я не буду других вещей говорить вам, но расскажу такую удивительную историю, утверждение удивительное. Есть над чем задуматься, друзья. Христианство, которое не Христово, христианство, которое не на Христе концентрируется, христианство, которое не на Христе фокусируется, да? Вот, знаете, что фокус, да? Наводите резкость. Христианство, которое не Христиоцентрично, оно рождает монстров. В истории было много, но, наверное, вот, вышеназванные два тирана, Адольф и Иосиф, были самыми ужасными за всю историю христианства. По рождениями нашими, христианскими. По рождениями христианства. И скажу, что были и другие изверги, я могу назвать, ну, добрый десяток таких, что от орбиты выброс. Даже упоминание этих имен и то на тежут наводят. Но, это тоже наши, они из христианства, они называли себя христианами, они от имени Христа порой поступали. Когда обвиняли Адольфа, уже, ну, сделавшего в политике карьеру, уже первое лицо, уже фюрера, и говорили, что по поводу еврейского опроса у него перегибы, даже его однопартийцы, даже те, национал-социалисты, что вместе с ним плечом к плечу шли в политике, на дебатах, везде, там, штурмовики его товарищи бывшие, говорили, что у него перегиба с еврейским вопросом. Оставь, это слишком много, ты этому уделяешь внимание. То Адольф на все эти обвинения говорил следующее. Цитата почти дословная. По отношению к евреям я не делаю и не буду делать ничего там из того, чего бы не делала христианская церковь по отношению к евреям на протяжении последних полутора тысяч лет. На русском языке это цитата дословная, в переводе так звучит. Удивительно, человек был мистиком. Вот и Гитлер, когда пришел к власти, вот это вам даю иллюстрации сегодняшнего вечера. Может быть, не совсем кошерная тема, можно сказать, не кошерные примеры, но очень важные, очень нужные сейчас. Поверьте, оконцовка вечера будет хорошей. Мы разойдемся не с такими глазами, а с добрыми корейскими глазами. И, а то я вижу, даже у корейцев глаза какие-то сцены большие такие, широкие такие. Ну, страшноватая тема, я говорю, честно, даже я сам говорю, хотя был уже внутренне подготовлен к этому. Готовился, но сам скажу, что когда называете вещи, то все равно как бы не могу спокойно говорить об этом. Но надо, есть такие темы, которые надо поднимать время от времени, пока не для того, чтобы истрезвить наше христианство. Чтобы нам увидеть плюсы и минусы вообще христианства, и чтобы нам увидеть, в чем нам нужно каяться. Покаяние это не просто, прости вот за, ну вообще, за, во все. А есть осознание какое-то должно быть. Брать ответственность, церковь нужна. Уметь. Умели нагадить, должны уметь и упирать за собой. И мы смогли за последних полторы тысячелетия столько нагадить, простите, вот, что... Но до сих пор порой нос ворочим и говорим, это не наше. Мы со свечкой там не стояли. И вообще, как бы... Но я думаю, что христианство в последнее время должно изменить кардинально свое отношение к истории своей. И христиане не имеют права сегодня, не имеют права уже морально. Особенно после Второй мировой, после всех этих ужасов, знаете ли, Холокосты. Теология христианская, как писали, после Освенцима, она даже изменится вообще. Очень радикально. И мы не должны быть такими иванами, не помнящими родства, знаете ли, в духовном перекате поля. И когда мы берем ответственность, осознаем и каемся, что-то меняется. Потому что мы каемся не только словами, но и делами, и поступками нашими. Мы каемся жизнью нашей, нашим отношением. И сегодня мы были в этом месте, как называется, змеиная, да? Змеевская палка. Змеевская палка, да. Были в этом месте, там помолились, знаете ли, и... Я там сделал снимки и скажу, что место, конечно, страшное. Место, где множество евреев было уничтожено. Не только евреев, конечно, там убивали и неевреев, но в основной массе это были именно евреи. Потому что фашисты особую, искреннюю такую ненависть имели именно к евреям. Они не любили очень многие народы и заявляли о своей ненависти. Но особая лютая ненависть у них была именно к еврейскому народу. Необъяснимая, мистическая ненависть. Но объяснимая Библией. Потому что есть не только Бог на свете, есть зло. Есть воплощенное зло на этой земле. И знаете, я что скажу, это ужасно, что христианство очень часто в истории было воплощением не добра, но воплощением зла. Сегодня, конечно, ситуация меняется. Слава Богу, со скрипом она меняется. За последние вообще 100-200 лет очень многое, слава Богу, постепенно обновлялось в христианстве. По большому счету, за последние 5 столетий реформации, поэтапного обновления церкви, очень многое изменилось, но по порядку. Друзья, так вот, и когда, я уже упомянул насчет цесаря по пизме. Когда в Третьем Рейхе, тысячелетнем, его там называли. Вот, так вот, но слава Богу, сократились нити. Если бы не сократились, то вообще невозможно, жуть была бы просто. Так вот, и когда было объявлено, что все христианские служители, все пастыри Германии должны делить свою паству на христиан-арийцев и неарийцев. Христианские пастыри, священники должны признать дарвинизм и особо извращенную форму дарвинизма, социальный дарвинизм, насчет христианской идеологии и национал-социализм, который вытекал из социального дарвинизма, христианскими идеологиями. Это требовало государство, это приняло церковь. Я вам расскажу один позорный такой пример того времени. Очень позорный. Из тысяч католических священников в Германии тогда, когда закон был оглашен, только один заявил несогласие свое. Это был не кардинал, не епископ, это был обычный священник. Он, правда, был настоятелем храма в самом Берлине, но он выступил именно как раз не соглашаясь с этим законом. Он и до этого закона уже был отмечен тем, что он молился за гонимых евреев, неевреев. Но когда закон уже стал государственным и требовалось подчинения, священники многие говорили, ну, слушай, Бернхард, так его звали, Бернхард, Лихтенберг, Бернхард, слушай, тебе что больше всех надо, папа молчит, кардиналы молчат, епископы молчат, священники, тысячи священников, десятки тысяч даже такая была в Германии, молчат. А ты один, ты че? Ты о чем говоришь вообще? И знаете ли, что интересно? Бернхард отказался свою паству делить на христиан первого сорта, арийского происхождения, и христиан второго сорта, не арийского происхождения. А этого требовал закон. Закон требовал отдельно проводить служение, причащать отдельно, не смешивать расы, не смешивать народы. Я думаю, что если бы Адольф зашел бы в такое собрание, он бы застрелился бы с ужаса. Это конец социального дарвинизма вообще. Это фиаско национал-социализма. Вот, я смотрю на вас и радуюсь, думаю, слава Богу. И я очень... Вы себя особо так не видите, только так вот сбоку стою, а я вот смотрю и радуюсь, думаю, слава Богу. Вот, не часто бывают в таких собраниях, знаете ли, и очень мне это нравится. И особо помазание такое, мессиарское общение здесь, в Ростове-на-Дону. Так вот, друзья, и, конечно, Бернфорд отказался делить свою паству. Больше того, он молился за всех. Кстати, в 20-м столетии, вот тоже пример очень хороший, положительный пример, это недавно ушедшая вечность Давид Вилкерсон в Нью-Йорке. Мы заходили в его церковь там, в Нью-Йорке, и удивительно, знаете ли, он как бы для всех народов, сказал, наша церковь для всех народов, и они умышленно даже ставили в проставление там сотни людей, может сто, я не знаю, сколько людей там стоит, много людей. Они умышленно ставили белый, черный, желтый, красный там, разных национальностей, разных там, подчеркивая, подчеркивая. То есть, она такая, знаете, как мозаика такая, но красиво вообще. Вот, разные-разные. Обычно я бывал в других американских церквях, там либо черные, либо белые, ну, есть, ну, так вот, но все равно видно, что эта церковь больше там все-таки белых, да, или там больше черных, допустим, да. Вот, ну, а здесь все вот так вот рядышком и вместе, в перемешку, да, это все, это Христос. Это просто Христос, просто Христос, который для всех нас. Удивительно, конечно. Да, друзья мои. Кстати, наверное, одна из немногих таких церквей в Нью-Йорке, где можно было фактически на любом языке, из основных языков мира, проповедь услышать и служение услышать. Там, он оплачивал тогда, они и сейчас, например, делают, десятки кабинок, десятки переводчиков на полное время оплачивал. Они переводили, даже если этого представителя народа нет сейчас в собрании, все равно переводчики переводили это собрание. Переводили, там запись еще шла на этот язык. Китайский четыре языка, четыре переводчика на разных диалектах одновременно. Там выбираешь язык себе, любой, включаешь, русский всегда был украинский, был украинской мовы. Поэтому включаешь, слушаешь. Удивительно, да? Чтобы любой человек может зайти в церковь и все понять, все услышать, и помолиться, и отдать свое сердце Иисусу, который за всех нас. Аминь. Да, друзья мои, но насчет Бернха, скажу, что он отказался, его уговаривали по-хорошему вначале, потому что это было все-таки в Берлине, это на глазах у всех. Тем более, священие такое неординарное, это Федрекс Киршев, это там бывший ГДРовский участник Берлина, и церковь Святой Едвиги. И вот там он служил. Кстати, кто из вас помнит, ну, все, наверное, видели эту хронику фашистскую, когда молодчики фашистские сжигают литературу прямо на площади. Помните, ночные съемки такие. Вот это как раз рядом с его храмом это происходило все. Но это не хрустальный ноч. Это когда из университетских библиотек всю опальную литературу, забракованную цензурой фашистской, все произведения этих многих поэтов, писателей сжигались публично. Это не была хрустальный ноч. Это была, как бы, ночью, я не знаю, как называть ее, как бы, культурной типа революции, что было в Китае примерно. И вот, так вот, и Бернхард отказался. Его арестовали, его судили. Его судили по каждым судам. Перед тем, его полгода в гестапо ломали, заставляли отречься. Священники, кардиналы, приходили, но они не приходили не поддержать брата. Они приходили ему утопить. Они приходили и говорили, слушай, мы, может, тоже не во всем согласны с тем, что мы видим сейчас. Может быть, там тоже это не по душе, но мы делаем это, потому что, ну, это власть. Мы должны слушаться. Власти, существующие Богом, установлены. Ты что, против Божьей повеления идешь вообще? И сейчас такая политика, завтра другая политика. Мы должны быть гибкими. Папа молчит. Молчит себе. Кстати, потом, как выяснилось, и обогащались тогда многие иерархи. Молчание их очень хорошо оплачивалось. Потому что многих евреев тогда истребляя, допустим, немцы грабили, фашисты грабили, просто-напросто. И многие картины дорогие, порой бесценные. Многие изделия из золота, камни многие оказывались в личной собственности кардиналов, папы. Значит, епископов известных, священников некоторых. То есть, это немцы даже порой давали на лапу, как говорится, за молчание. Но, слава Богу, Берфорд выдержал и это испытание. И когда его судили судом, в трансляции прям по берлинскому радио, люди слышали, тысячи людей слушали приговор, его оправдание. И знаете, что интересно? Берфорд заявлял о своем непоколимом вере в Иисуса Христа, который над всеми народами. По сути, он произносил приговор национал-социализму и социальному дарвинизму. И его осудили как преступника. Церковь открестилась от него, назвали его отщепенцем и прочим раскольником. Государство его осудило как преступника политического, потому что он против пошел законов государственных. И отправили его в Констагире, в Дахау. И по дороге гестаповца сделали так, что он скончался, чтобы не доехал он до Констагиря. Потому что даже в Констагире его боялись, как одного из, ну, по сути, лидеров духовного сопротивления. Без пушек и оружия, а именно идеей собой. И это удивительная история. Я попал, одно время я, ну, каждый год преподавал в Берлине. Было такое время, и там библейские школы. И я просто не имел возможности попасть в этот музей Бергфорда. Но один раз я попал в этот музей. У меня был день свободный, я попал в этот музей. И, знаете ли, оказалось, что немцы, мало кто вообще знает об этом музее. Мало кто знает об этом человеке. И когда ходил по этому музею, ну, вот я увидел такую историю интересную. Фотографии, личные вещи, много всего интересного. Значит, много писем разных там тоже. И звучало много, и чего. Но, удивительно, его сделали святым католической церкви. Его канонизировали. Папа Римский приезжал, Иван Павел Второй, как-то к нему, куда, в музей. Назвал его святым католической церкви. Гробницу пророка покрасили. Но, знаете ли, что интересно? Вот пока я ходил по музею, я себя ловил, знаете, на чем? На мысли, что я не могу думать об этом человеке. Я думал, что я буду, наверное, думать об этом человеке больше. Я не мог о нем думать. Вот все время пока был там, не один час. Просто ходил, там было, благо, ну, вообще безлюдно. Там еще кто-то зашел потом, в конце, пару немцев. И все, и ушли. Знаете ли, у нас было времени там достаточно. И вот, и я все это время думал о тысячах тех священников христианских, которые молчали. Потому что из, я подчеркиваю, из тысяч католических священников в Германии только лишь один. Подчеркиваю, один. Да, были потом еще другие некоторые, но они не открыты, а они в скрытой форме, как бы, сопротивлялись, значит, фашизму тайно. Да, были те, которые каким-то образом перед валом колени склоняли. Единицы, но были тех. Но в основной своей массе, к сожалению, пошли верой и правдой служить именно этой идее. И сталинизм, и гитлеризм, и фашизм, и коммунизм, это были репетиции царства Антихриста. Репетиции царства Антихриста, которые, наверное, в 20-м столетии были генеральными репетициями царства Антихриста. Человеконенавистническая идеология коммунизма и фашизма, эти две главные идеологии направлены против Бога, по сути. Хотя фашизм это скрытая форма богохульства, потому что в открытую фашизм не отрицал никогда Бога. Даже наоборот, гитлер подчеркивал, что если кто-то из, допустим, офицеров СС, или же, допустим, из руководства, именно в открытой форме осудит христианство как идеологию, как церковь, и заявит о выходе из христианства, то он автоматически лишается звания. Автоматически извергается из рядов СС или из рядов руководства. Он подчеркнул, что его правление, что его рейх, это христианский рейх в первую очередь. Да, мы знаем некоторые такие хитрости, мы знаем теперь историю оккультную, историю Третьего рейха, мы знаем, что среди руководства шла двойная игра, как всегда, в общем-то, что, значит, было увлечение оккультизмом, но при всем при том, железобетонно стояло именно христианство, во главу угла именно Третьего рейха. И это ужасно. И это делалось от имени Христа, от имени Бога. Я подчеркиваю слова вновь Гитлера, что по отношению к христианству я не делаю ничего из того, чего бы ни делала христианская церковь по отношению к евреям на протяжении последних полутора тысяч лет. Полутора тысяч лет, вот с чего я начинал я, что ложное пророчество было положено во главу угла идеологии антисемитизма. Ложное пророчество полтора тысяч лет назад, можно снова нам, от Третьего рейха, от фюрера, назад полтора тысяч летия, отматываем. И снова во времена Византии. Скажите, при чем есть Гитлера, при чем есть Византия? Как бы, но есть прямая связь. Я подчеркиваю, что Гитлер и Сталин, они с неба не упали на нас. Это не что-то такое, внезапно случившееся. Это наш плод. Я говорю, наш, в смысле, плод христианства. Исторического христианства. Что эти изверги родились именно из лона, из недр христианства. Они не могли родиться из недр другой идеологии. Они могли родиться именно из недр христианства. Даже если не они бы поднялись, поднялись бы другие. Более, или даже менее, не знаю, кровожадные, но поднялись бы обязательно. Потому что сама идеология христианства, традиционного ортодоксального христианства, она порождала монстров. И я убежден, что еще породит. Ну, это мое мнение. Что породит еще худше даже, чем Гитлер и Сталин. Но, хотя из Библии могу привести некоторые примеры интересные этому всему. Так вот, и знаете, что интересно? Полторы тысячи лет до того, в Византии, когда христианство еще было юным, но уже подконтрольным государством, Церковь первые три столетия, я говорил уже выше, да? Ее гнали. Церковь первых полтора столетия, три столетия особо не считались церковью. Была попытка физически стебать христианство. Но затем началась политика другая. Именно христианство стало большим. Во-первых, когда церковь маленькая, то с ней особо не считаются. Но церковь, которая выросла, у нее начинаются другие проблемы, другого совершеноплана. Такую церковь уже выгодно использовать в своих интересах. И вот так поступили Константин и Елена и их дети. Это была ужасная семья. Просто слов нет. С точки зрения Писания, конечно, Библии, Евангелия, их христианами назвать невозможно. Но они себя называли христианами. Они относились к христианству. И, по крайней мере, перед смертью Константин был крещен. Пусть там без сознания, как утверждают историки. Но за три дня до смерти своей, он еще был в памяти когда. Он, исполняя обязанности верховного понтифика Зевса и Митры, совершил кровавые жертвы этим богам. Затем ему стало все хуже и хуже становилось. И после смерти объявили придворный епископа его христианином. Что он принял крещение как раз либо без сознания, либо... Но перед тем он как бы и заявил желание креститься. Уже не раз как бы. Вот такая странная история. До того, как он умер, он успел убить почти всех своих близких родственников, дорогих ему людей, свою жену Фаусту, своего наследника престола Криспа, казнил. И основных своих родственников, близких родственников. Маниакальная именно боязнь, именно заговоров порождала всякие эти слухи и казни. Открытые и искрытые казни. После смерти Константина осталось в живых его три сына. Константин, уже второй, Констанций и Констанций. Интересно, 3К. Эти три сына поделили империю на три части, примерно равные. Затем начали войну друг с другом. Каждому из них казалось мало. Но перед тем, как они начали войну друг с другом, каждый из них хотя бы первым лицом, они доделали работу своего отца. Они убили всех своих родственников, даже самых дальних. Даже седьмая вода на киселе, что называется. Истребили, избавляясь от конкурентов. Каждый из них хотел взять реванш. В конце концов, все три сына погибают. Все. Бездетными. Не осталось наследия. То есть, род Константина исчез полностью. Они истребили самих себя. Вообще, в этой семье Константина Великого, великие проклятия. И у меня язык не шевелится, называйте его, конечно, христианином, но он называл себя христианином где-то. И еще почему его называют святым, еще даже равноапостольным называют. В православе, в католицизме. У нас на Руси, допустим, я знаю, некоторые храмы, сохранившиеся до сегодняшнего дня, красивые храмы в Суздале, допустим, которые называются в честь Константина и Елены. Царь и Константиновский собор города Суздале. Один из самых красивых памятников архитектуры Древней Руси. Он посвящен как раз этому тирану. И, в общем-то, после того, как род Константина полностью исчез, к власти пришел человек, который, ну, каким-то боком к самым дальним родственникам можно было отнести. Это удивительная личность, это был Юлиан, прозванный отступником. Ко времени начала правления Юлиана, в 361 году, ну, можно сказать, примерно 90% империи себя так или иначе называли христианами. Но творилось такое, количество церковь выиграло, количество церковь распространилось, но качественно потеряло стержень. В христианстве евангельском, библейском, сохранялись вероучительно. В основном те христианские общины церкви, которые не пошли на сговор с властями, которые остались без государственных копеек, но зато с чистой совестью. Это, так называемое, нерегистрированное братство. Так можно назвать его. И это были регионы некоторые, где было христианство, сохранялось, которое не пошло на сговор. Они отказались крестить всех подряд, как требовали власти то. Они говорили, что должна быть возрожденная жизнь, должно быть покаяние. Они к этому относились весьма серьезно. Власти Рима требовали крестить всех при первом же позыве, при первом же решении человека. Даже помимо его покаяния и возрождения и спасения. В общем-то, был очень серьезный кризис. И благодаря Цезарю Папизму очень много лжеучений как раз появилось в церкви христианской. Ну, наверное, самые основные лжеучения тогда как раз и появились. Многобожие то же самое. То есть вера в разных посредников, в разных ходатай к Богу. Которая была, по сути, многобожия. Потому что этих посредников наделяли божескими свойствами все бедения, все присутствие, ответы на молитвы. Эта ересь пришла через Цезарю Папизму. Потому что был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. С оккультизмом даже. С самыми грубыми формами оккультизма. Поклонение мощам, останкам умерших людей. Эта традиция пришла к нам в христианство откуда? Извне. Это очередной имплантант в тело Христа. Это осколки в тело Христа, которые до сих пор телу Мессии доставляют в несчастливые страдания. И до сих пор это выдается порой за христианство. И от имени христианства. Это ужасно. Хотя, слава Богу, за последние пять столетий много уже сделано в отношении очищения Церкви от подобных мерзостей. Но до сих пор этого очень много мы видим вокруг себя. До сих пор. На сегодняшний день, допустим, по-прежнему, но не считая очень редкие наши общины, именно обновленческие реформаторские церкви православные, чаще всего обычные православные или католические христианины, которые евангелисты начинают верить и мыслить библейски, верить в Бога библейского, и не выдуманного, не религиозного, не церковного Бога, а живого Бога, ему приходится выходить из традиционного православия, католицизма, потому что он задыхается там. Он не может среди мертвого находиться, будучи живым уже человеком. Или же система его убивает, просто-просто духовно, порой физически даже. Как вот, допустим, один из пробужденных, Александр Мень, который, да, не без проблем человек, но этот великий муж Божий, еврей по национальности, священник православный по призванию, он внутреннюю микроэволюцию такую пережил своего христианства, личного своего христианства. Главной книгой его жизни была книга «Сын человеческий», о личности Мессии, о личности Христа. И знаете ли, он эту книгу переписывал несколько раз, и если в первых редакциях там больше шла речь о окружении Мессии, о культуре и традиции, то последний вариант им переписанный говорил больше о самой личности Христа, о самой личности Мессии. И последняя проповедь, последний год, 90-й год, это был как раз, он год не дожил до падения Безбожного Союза, знаете, то он, значит, он говорил именно о Христе, именно об Иисусе. Его последняя проповедь за день до смерти, там, значит, на Красной Пресне в Москве, была как раз посвящена именно этой теме, уникальность личности Христа, личности Иисуса как Мессии. Это потрясающе, это как духовное завещание. На другой день его убили, после этой проповеди. И скажу это, вот для меня это очень большой пример в жизни вообще, большой пример в служении, как священника. И покаяния. Кстати, тема антисметизма и тема еврейскую, он и как еврей, и как христианин, как священник православный, он поднимал неоднократно. Об этом очень много есть публикаций, я завтра кое-что тоже, наверное, процитирую, если бы он работал на эту тему. Так вот, друзья мои, и из тех, да, какое же все-таки ложное прочество было положено во главу угла антисмитами, вот тогда, в Бизантии, когда все еще выглядело невинно, как бы, это еще было полторы тысячи лет еще, то Гитлера, то Сталина. С чего начиналось? Было ложное прочество о том, что Бог якобы окончательно разлюбил свой еврейский божий народ. И он полюбил другую, церковь христианскую. Она ему приглянулась, она была миловидна, и она была языческая. Ему надоели евреи. Он с ними много, как бы, натерпелся. И однажды его терпение локнуло. И он сказал, все, дом ваш пуст, ни дна, ни покрышки. Все, развод, как говорится, и дети в форточку дали. Друзья, вот такая теория, она нелепая. Ее называют в истории еще теория, значит, знаете ли, теория замещения. Что Бог вот любил, 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 клялся, обожился, что самим собой, именем своим, что он навеки, навсегда, что значит, что, вспомним Иеремию. Это потрясающе. Иеремия, кстати, да, это пророк, он много пророчествовал интересных, очень важных вещей. И он говорил, 31 глава, можно прочесть, будет с 31 стиха, но вы прочтите и до конца. Потрясающее откровение о Новом Завете, Брид Хадаша. Кстати, в Австралии я жил на квартире одного бывшего ортодоксального еврея, который сегодня мессианский служитель, который закончил Ешиву, вырос в ортодоксальном квартале, в Мейкбурна, и закончил Ешиву, собирался быть рэбе, рэбином, ортодоксальным. Но знаете ли, некоторые пророчества его коснулись. И он пережил встречу с Мессией. Он очень плохо владел по-русски, я еще хуже английским, но мы нашли общий какой-то язык. Пообщались. И даже вместе ездили кенгуру фотографировать. Да, а то дети мне... Я по телефону звоню, они все, папа, а ты кенгуру видел? Я всю неделю там преподаю, а это же в Мейкбурне. Какие там кенгуру вообще? Я им говорю, ну я брать не могу, значит, я говорю, нет, дети, не видел. Ну как же так, ты же в Австралии. Ну они же не на каждом углу застратили, это же город, это же огромный город, миллионы. Ну ладно. И я уже все, мне уже день остался до вылет обратно, уже закончил семинар, все насчет там. Я говорю, братья, что хотите, ну везите меня, покажите мне кенгуру. Чтобы я детям сказал, точно, я видел их. Я даже их пофотографирую. Ну хорошо, мы поехали как раз с братьями там. И этот братья как раз меня отдельно еще свозил в таком местечке, я знаю, где кенгуру типа. Ну мы поехали. И в такие буреломы залезли, что ой-ой-ой, знаете ли, это было что-то с чем-то. И нарвались там на большую, большая коричневая австралийская змея, так ее называют. Вот, укус ее смертелен. Там вообще-то вообще, там, скажу, примерно половина всех змей прописана в Австралии. И в Австралии они почти все ядовитые. Даже по большому счету они все ядовитые там. Там нет таких ужиков, знаете, наших вариантов. Там они все. Только от одной ты умрешь быстро, от другой медленно. А вот та большая австралийская коричневая змея. Рядом Новая Зеландия. И там вообще благодать. Ни одной змеюки вообще. Вообще, ну, знаете, вот странно, да, вот как бы в жизни бывает. В Австралии кишма кишит. Ну, понятно, в центре города вы там, хотя можно и тоже гадость увидеть, но я не видел, слава Богу, Бог милому. Но туда, за кенгуру, их было много. Вот, где меньше туристов, там и больше, этим словом. Вот, а вняш, он повез брат, как раз, Майкл, туда, как раз, где побольше этих кенгуру, где меньше туристов. И мы там нарвались, гнездо, это как раз змеи. Вообще, нам потом объяснили, что это чудо, что мы выжили вообще-то. Потому, что мы машину оставили далеко. В этих болезомах мы бы не добежали. Вообще, взрослый человек, если он мужчина, не пьет, не курит, спортом занимается, то ему примерно 5 минут можно прожить. Ну, 3-5 минут. Если женщина, или ребенок, или мужчина пьет, курит, то минута примерно ему жизни, значит, до парализации и до остановки сердца. Значит, в общем-то, ну, змея опасная. И она еще имеет дурной характер. Бросаться на все, что движется. Надо, не надо, кусает. У нее такой скверный характер. Значит, у этой коричневой змеи. Тем более, возле гнезда. То есть, у нас шансов было, в общем, мало-то, что нас не тронет эта гадюка. Ну, не гадюка, это самая змея-то. Но, Бог помиловал. И хотя я увидел по реакции моего друга австралийского, что у нас большие проблемы, знаете, но испугался только потом, когда уже, может быть, были в машине. Вот. Ну, ну, ладно. Это так, к слову. Интересно. Вот так я к чему еще, кстати, мы там были, в кошерных ресторанчиках. Заходили, мы в том районе, как раз, примерно были, где, как раз, все спейсами, значит, там, и на каждом углу синагоги. Значит, я там умело торговался, как руссо-туристов. Да. И приехал оттуда весь во флагах и в магендавидах. Да, интересная была поездка. Ну, это было отключение. А сейчас, серьезно. Так вот, господа, значит, пророчество такое, о теории замещения, что, из теории замещения вытекающей, что Бог навсегда раздневался на своих еврейских детей, навсегда порвал с ними все отношения, раз и навсегда, окончательно. И разрушение храма, и потеря государственности, этому было знаком. И все. И теперь было пророчество. И это пророчество ложное, мы не знаем даже точно теперь, исторически, очень трудно найти крайнего теперь. Кто впервые его сказал, мы не знаем. Но его повторяли все фактически отцы конца четвертого, начала пятого столетия и в шестом столетии. Ну, допустим, у Иоанна Златоустова, это классика христианской теологии того времени, Василий Великий, такие известнейшие отцы, каббадокийцы, наперебой говорили такие слова. У Златоустова есть такое выражение, что Бог сказал, что отец ваш дьявол, и все. И теперь вы мне не дети, дети не вы, а дети другие, язычники. Они им больше понравились. И он сказал такое слово, мол, так говорит Господь, мол, теперь уже в Новозаветное время, что никогда больше не будет такого государства, как Израиль. Никогда. И это вечный знак, что Бог навсегда отказался от своего еврейского народа. Что никогда евреи больше не соберутся и не позволит им Бог снова приехать туда, в Иерусалим и в Израиль. Тогда это было похоже на правду, потому что в это верили очень многие люди, потому что законы государственные запрещали в те времена даже селиться евреям возле Иерусалима. И если люди пытались, еврейские семьи пытались как-то нелегально туда проникать, их наказывали как минимум штрафами и работами, а вообще-то казнями. Это было очень жестокое время, друзья мои. И Златоуст Иоанн в кафедральном соборе в столице новой столицы новой римской империи Византии говорил такие слова. И тысячи людей внимательно говорили «О, это правда! Все! Это на века!» Вот почему спустя полторы тысячелетия Адольф Гитлер заявлял, что по отношению к еврейскому народу я не делал ничего из того, чего не делала христианская церковь на протяжении последних полутора тысяч лет. Вы видите здесь причины следственной связи? Ну да. И давайте не открещиваться от Гитлера, от Сталина, а давайте каяться. Давайте переосмыслить свое христианство. Мы, конечно, не судьи истории. Упаси нас Господь смотреть на историю, на факты истории, на личности в истории как глазами судей. Но мы должны глазами свидетелей Бога смотреть. Мы должны глазами учеников Христа смотреть. брать уроки для себя. Мы не можем гарантировать, каждый из нас не может говорить, что вот если бы я был бы в те дни, я бы поступил бы вот так или так. Очень много на самом деле зависит от воспитания, от того, что в нас вкладывали наши родители, чему нас учили. Мы не можем, но по милости Божьей, мы вот сегодня те, кто кем и есть, являемся. По милости Божьей, мы родились в 20-м столетии, живем в 21-м столетии, по милости Божьей. Мы живем в то время, когда канализация, водопровод, горячая вода, когда благо цивилизации, в мире глобализации, мы живем в мире меняющемся вообще на глазах. Но, знаете ли, в век информатики, в век, когда сегодняшний проповедь звучит, сегодняшнее учение, семинар звучит, уже сегодня, ну, этим днем, уже там, за океаном, люди смогут наше посмотреть эту запись. Это замечательно, век удивительный. Раньше это трудно было себе представить, что находя здесь, в Ростове-на-Дону, можно говорить тысячами и тысячами людей по всему лицу Земли одновременно. Но мы дожили до жизни такой. Слава Богу! Но пришло время покаяния. И покаяние это не унизительное для церкви, покаяние это возвышает церковь. Покаяние обновляет церковь. Я извиняюсь, я не вижу часов. Еще пять минут. Окей, у нас мало совсем времени тогда, но, братья, сестры, слушайте, время как-то быстро пролетело с вами. Ну, тема такая, вообще-то, она серьезная, и я вижу, что по вашей реакции, что вы понимаете все больше или меньше правильное. Хотя я же не смотрю на ваши души. Может, кто-то сидит и думает, а, ладно, говорите, говорите, батюшка. Но, дело в том, что, знаете ли, есть такая, еще тест, некоторый тест на антисемитизм. Независимо, ты еврей, ты корейец, ты русский, украинец, не важно. когда ты говоришь, вот, примерно, так, в полголоса, скажи сейчас слово, еврей. Скажи. Еврей. Скажи, Израиль. Израиль. Еще слово, еврей. Еврей. Вот, и вот вы посмотрите сейчас на свое сердце, что там, вот, как бы, знаете ли, в нашей жизни, когда мы говорим на некоторые слова, не только сливки всплывают. Бывает, такая гадость всплывает, друг. Не пугайтесь. Если у вас что-то такое негативное возникает, не пугайтесь. Знаете, я, кстати, встречал многих евреев, антисемитов, значит, притом таких, что украинцы отдыхают, или русские. Я серьезно встречал таких евреев, антисемитов. И не только у нас. Знаете, ну, я встречал евреев-патриотов, я встречал евреев-богобоязненных. Знаете, ну, я скажу, таким тестом мы можем сейчас проверить что-то в себе. проверить на антисемитизм себя. Если какой-то негатив всплывает, не любовь, да, как минимум, или же вот какой-то старый такой грязный анекдот вдруг лезет головом, или же, допустим, то, что в детстве. Я не знаю, у кого как было детство. Я учился в средней школе, обычной советской школе, но потом уже повзрослев, поумнев, я просто многие вещи по-другому стал видеть. Тогда ребенком как бы по-другому все видишь, да, согласитесь, да, по-младенчески рассуждаем мы, мыслим, когда стали уже взрослыми, по-другому мыслим уже. И, конечно, я бы сейчас, ну, каждый из нас так говорит, наверное, да, мы бы, может, по-другому вещи многие в нашей жизни делали бы. Но, как бы, должны уроки некоторые взять. Допустим, у нас в школе и в нашем классе, в параллельном классе был, значит, один ярко выраженный еврей. Значит, его папа и мама, они тогда, это было время еще, перестройка только начиналась, по-моему, или было только объявлено, или не объявляемо еще, я не помню, но вот эти, да, Брежнев только что умер, по-моему, да, и у нас была радость такая, выходные объявили. Мы еле сдержали эту радость, когда директор зашла в класс. Ну, ладно. И, значит, и что интересно, и как его еврейство до мальчика проявилось. Директрисы там, завучи забили тревогу. У нас евреи в школе. Ну, знали, что евреи, но почему евреи забеспокоились? Потому что родители подали заявление, они хотели уехать в Израиль, в этот объект. И здесь такое началось. Я потом, уже повзрослев, я вспоминал эти разговоры нашего классного руководителя. Ехидные эти вот такие словечки, вот там жиды тянутся к себе в землю. Я стал понимать, почему многие в классе хулиганисты, такие ребята, стали того парня доставать, плевать ему в спину все время, кричать ему оскорбительные слова, пинок ему делать или забирать у него какие-то вещи, или его портфель швырять куда-нибудь и прятать его так, чтобы он до конца учебного дня не нашел его. То есть, как бы, вот эти унижения. Я видел, я потом уже каялся в этом, конечно. У меня было пару моментов, что мне хотелось заступиться за него, но я боялся быть тоже позорищем перед всей школой. Мне было больно, что я испугался, честно говоря. Тогда, даже не то, что драться испугался, а испугался именно вот от того, что вся школа против этого парня, если я буду где-то заступаться за него, я попытался, значит, как бы, у нас был такой парень, он ходил тогда, значит, в секцию спортивную, такой был парень, он был драчливый такой, и я, как бы, ему что-то такое замечание сделал, но так, просто, мол, Генка, да пошли-то, хватит тебя, мол, что ты, мол, цепляешься, вот, и то я уже вызвал такие косяки на свою сторону, что я вроде отвлекаю, вроде бы, оно заступить мне не было смелости, я боялся этого мнения, что меня тоже признают евреем, жидом, меня тоже будут тюкать, вот так вот, и, и, вот этот настрой я запомнил, знаете, и, тогда у меня в сердце страх закрался, вот, и, это не так-то просто было от этого всего избавляться потом, знаете, хотя я не еврей по национальности, ну, седьмая года такие себе, там, по отцовской линии, там, отец моего отца, там, и то, это, это, дальняя родня, кстати, вот я узнал, что у вас отец, да, Марк? Абрам Маркович. Абрам Маркович. А мне наоборот, Марк Абрамович. Все наоборот, мы как бы наоборот все. Вот, но, что интересно, знаете, что, боязнь того, что, где-то ты будешь мимо, вот, всей этой толпы. Не так давно, когда, вот, был этот инцидент с памятником, там, в Таллине, советского солдата, освободителя, который переставили на другое место, именно на кладбище, там, на мемориал, вот, когда, я не знаю, как в Ростове-на-Дону, но мне было страшно, вот, я ощутил несколько дней себя, как будто бы я в Германии тридцатых годов. Вот, скажу, мне было страшно ходить по улицам, когда у нас, допустим, недалеко от дома большой супермаркет, и потом, в самом нашем доме, там есть тоже небольшой магазинчик продуктовый, и там и там висели надписи «Вход с собаками и эстонцем воспрещен». Когда за заведующей магазина вышла женщина и смахивалась с прилавкой, демонстративно перед людьми, эстонские товары на пол. Знаете, мне было страшно того, что я живу в стране, где есть люди, приравненные к собакам, и потом, а потом, я думаю, может это у нас-то в Туле, где-то еще это творится, может в Москве это все то же самое. В вечерних новостях, кто помнит, показали с энтузиазмом тоже таких же людей, которые, владельцы этих больших маркетов, написавших в те дни в Москве «Вход эстонцам воспрещен». На всю, на целый народ. Знаете, как будто бы репетиция, совершается репетиция, опробуют вот на таком-то народе, на таком-то народе, сейчас трудно сразу на евреев наброситься. Здесь такая политика мировая, да тебе. Но, что-то такое гадкое пролезает в душу народа. Это страшно, конечно, господа. Я пару раз проповедовал тогда, как раз в те дни. Ну, получилось так, накануне всего этого, еще не знали обо всех этих происшествиях грядущих, и после этого я местным фашистам проповедовал, ребятам, молодым. мне помогала моя ряса. Они не послушались бы, наверное, даже, да, не уж, наверное, точно не послушались бы человека просто в костюме, но в рясе не послушались. Я подошел, а поводом было, знаете, что послужило, там в Туле, в центре города, где гладпочтамп, я проходил мимо, вообще не думая об этих там, о политике, хоть вообще мне было этого, ну, не до того там. И вдруг вижу, ребят, да, вначале баптистов увидел, там есть нерегистрированные баптисты у нас в Туле, там домолитвенные у них, крючковцы, так называемые, значит, там у них центр всесоюзный тогдашний, всероссийский теперь центр баптистов нерегистрированных. И я видел этих ребят, ну, как ребят, ну, моего возраста, может, чуть помоложе, они раздавали там трактаты, фильмы СУС, по-моему, я не помню, там какие-то такие евангелизационные такие вещи раздавали. И буквально через дорогу от них, на территории к почтампу привлекающей, главпочтампу, молодежь, примерно тех же самых лет, ну, помоложе чуть еще даже, помоложе, раздавали откровенно фашистскую литературу, листовки, и там написано одна из троп, «Бей жидов, спасай Россию». Там и раздавали. Представьте себе, я взял и у тех ребят, и у этих взял, что они раздавали. Я, значит, ну, как бы еще не знал, что я буду делать вообще с этим всем, просто я много буду. Вот, вот, меня застигло это все. И, значит, подъезжает милиция. И они забирают не фашистов, а они забирают баптистов. На фашистов ноль внимания. А они со свастиками такими, но, знаете, вот издалека, как будто вот Третий Рейх. Но, а вблизи там уже увидел, да, это не совсем Третий Рейх, это, так, что-то такое, нео, там такая стилистическая, такая славянская, какая-то такая, свастика. И, ну, в принципе, хрен резкий не славчий. посмотрел, немного это жутковато было. Это сейчас говорить так, уже более ненормально. тогда было, ну, вообще было волнительно очень. И, значит, я попробовал поговорить с этим, кто там, майор был, один из милиционеров. Эти баптистов забрали, еще забирали, еще, ну, я так быстро как раз к ним подхожу, а я в Рясе был как раз, и я к этому майору, и, говорю, там, не помню, как уже обратился к нему, я уже там, ну, вежливо, как я мог. Я, значит, сказал, что, извините, ну, так вот, так вот я, вот я священник, говорю, православный священник, вы видите, да, и я, говорю, брал у этих ребят, вот, трактат, и у них ничего такого плохого нет, говорю, наоборот, это фильм Иисус, я сам этот фильм смотрел, вот, как бы, ребята рядом стоят, через дорогу, вот, смотрите, что, вот я у них взял, я показываю ему листочки эти, да, вот, видно, бей жидов, спасай Россию, потом, значит, смотрите, они не подпольные, там, у них там, телефон контактный, там, что-то там указано, имейл какой-то, или что-то еще, то есть, вот, это, вычислить очень легко этих ребят, любому обывателю, даже, тем более милиционеру, вот, говорю, ну, как бы, что-то показываю, знаете, вот, я ощутил такую нелепую картину, как будто я говорю со стенкой, вот, элементы жизни вдруг исчезли, вот, за этими погонами вообще, вот, знаете, говорю, не говорю, знаете, как будто вот, как бы, он меня не слышит, как будто бы, что произошло потом, в следующую секунду, такая картина, он разворачивается от меня, и идет, как будто бы я не говорил ничего, знаете, полностью игнорирование, притом, такой был настрой воинственный, вот, его там, этих подчиненных, я подумал, если бы я был безрясен, наверное, меня тоже бы туда запихнули, в эту потуску, потому что, они очень агрессивны были, вот эти вот, он сам, нет, он сам просто ходил, значит, там, и все, просто проигнорировал, отвернулся и ушел, представляете? Да, и, но потом этим ребятам, этим фашистам, я проповедовал, значит, я еще приметил такую вещь, так, смотрю, значит, они раздают, да, просто прошел, как бы взял, особо там, ну, не смотря, потом почитал внимательно, потом уже, а потом смотрю на них, и вижу такую картину, ну, как в любой евангелизации, есть какие-то старшие, да, есть какие-то младшие, там, ну, помощники, я смотрю, но в их сатанинской евангелизации, была тоже своя структура, ну, ну, вычислил, вот, чуть постарше люди, да, они стоят, они не раздают, они без повязок, не стоят, но было видно, что они там всем контролируют, потому что эти молодые, время от времени раздают на них, то косаки, то подходят, то еще что, а те, они не бритые, они обычные, с виду граждане, то есть, никак не отличишь их вообще, да, значит, без этих вызовов, в обычной обуви, не в такой бойцовской, но, а эти молодые, они как орудия, представляете, и я потом подошел к этим ребятам, и давай им с ними слово за слово, кстати, один из этих ребят, ну, они все как бы православные, ну, из разговора, я узнал, они все православные, с теми-то постарше, я понял, лучше вообще, как бы, не заводить никаких разговоров, а вот с молодежью, так по-свойски, я, знаешь, я так вот начал говорить, один из этих парней, он, оказывается, где-то там даже прислужил, при храме, там, и он, он так вот, из-за прелигиозного, так вот, подошел ко мне, ну, взял благословение, как положено, то есть, я вижу, что он в храме не новичок, а остальные, так, ну, больше светские такие, как бы, и, обычные, и, что интересно, и я им, ну, так, шуткой-не шуткой, но говорю, ну, чем, типа, занимаетесь, как бы, да вот, говорит, будем, а, говорю, чем вечером, чем вечером будете заниматься, как бы, слово за слово спрашиваю, там, говорю, им немного о себе, потом говорю, вот, чем будете заниматься, один прямо это, не стесняюсь, а, будем негров искать, евреев будем бить, не стесняюсь, я, значит, знаете, ну, как бы, ну, как, что, говорите, я не знаю, как им проповедовать, я начал говорить им, говорю, вот, вы говорите, черно будет негров искать, смотрите, говорю, а там полно студентов всяких, а там комендантский час для студентов иностранных, представьте себе, что после шести, полного вечера нельзя с темным лицом на улицу показаться, вообще, ну, жуть, в наши дни, как бы, значит, не то, что когда-то, в наши дни, и, не знаю, как у вас в Ростове, не знаю, если может считаться по-другому, но там такая ситуация, и, да, и, значит, знаете, что, я, значит, говорю, вот вы, смотрите, будете черных искать, а смотрите, говорю, вы же православные, они, да, православные, православные, говорю, смотрите, в календаре православной церкви, могу назвать вам столько негров, только записывайте, только записывайте, Святые православной церкви Русской православной церкви Да, я им давай рассказывать Некоторые там такие случаи Интересные Моисей Мурин, тот же самый из Эфиопии Раньше, дальше своей родной Африки Никуда не выезжавший, явно был черным Хотя на иконах его часто блондинчиком Голубоглазым рисуют Знаете ли, это такой был И смелый грех в Западной Украине в одном храме Моисей Мурин написано Блондинчик, голубоглазый, рубашечка Ну, как бы украинская, не украинская Ну, что такое, знаешь, что такое Как будто парень такой, скапан где-то с села Вот, и значит И написано, Моисей Мурин Мура, это вообще по-эфиопски Истинный черный, то есть он был Не просто черный, а по преданию он был самый черный Во всей Эфиопии, короче Его самым белым рисуйте Бледный негр, такого не видел еще я, слушайте Вот, значит, и У меня много друзей черных Значит, и я потом Батюшка местного там С Львовской области, это было Я говорю, ну почему не нарисовать черного Только молча, отец говорит Если И в храме нарисуем черного Это получается и по телевизору черный И в храм придешь, и там черный Короче Ай-яй-яй Вот такие дела Ну, та же самая Екатерина, там мученица Там тоже из Африки Там другие святые Кстати, еще на приходе своем, я помню, там это говорил Тоже бабушкам В моем, в селе соседнем Там был храм когда-то в честь Екатерины мученицы И, ну там один из любовников был Екатерины Великой И в этом поместье построили храм в честь Екатерины мученицы Ну, как бы там Да, такая очень такая Прямо это, поющая в тердомнике Прямо история И там, значит, и храм этот как памятник Их не там, там, внебрачной связи И вот, значит, но этот памятник, он как бы считается памятником В честь мученицы Екатерины И там в каждом дворе В этом селе Я заходил во многие дома И старые, и такие пановые дома Везде среди икон обязательно мученица Екатерина Это у них храмовый праздник Это у них престол Все село гуляет Даже в советское время Все знали, что на Пасху и на Екатерину Все, бесполезно кого-то там От комбайнера, там, тракториста До председателя Все пьяные Значит, я застал их трезвыми еще Еще было перед праздником Вот, они только готовились к этой массовой попойке Значит, и знаете, что интересно Я им давай рассказывать Это в декабре праздник начинается У них Екатерина Я им давай рассказывать Значит, что вот так вот так вот Бабушки собрались Батюшка приехала Они такие радостные были Я им рассказываю, что там вот Екатерина Она родом из Африки И была Ну, девушка такая загорелая Вот, и она была черная Мои бабушки в шоке Были Как, батюшка? Она негром была? Ну, наверное Ну, как бы Ну, а что же Они всю жизнь думали, что она русская Да И вот расизм и антисметизм Это, скажу так Это, как правило, невежество Чаще всего это невежество По поводу антисметизма Чем хочу завершить Завтра продолжим Значит, я тоже с женщинами там на приходе разговаривал Кстати, с теми фашистами По крайней мере, молодежь Вот те, которые были там Ну, кого я видел, по крайней мере Они повторяли молитву покаяния Согласились Они согласились с тем, что черный тоже человек Согласились с тем, что Бог Я объяснял, пожалуйста Знаете, друзья, говорю Бог не смотрит на лицо человека Он на сердце смотрит Можно Как Мартин Лютер Кинг Я вспоминал Мартин Лютера Кинга Я им говорил Знаете, вот Этот человек Он говорил так Ему тоже многие там говорили О, там черномазый Обезьян Что-то еще Говорили ему С пальмы с лес Что-то учишь нас Вот, а он говорил так Что Я не помню Есть такой перевод Что, как бы Мои обвинители Говорят, что я черный Но я говорю Что Хотя у меня черная кожа Но Белое сердце Но, говорит Я знаю, что Многие мои обвинители У них белая кожа Но у них черное сердце Как-то так мысль звучала Вот Очень интересно Бог смотрит на сердце человеческое И Слава Богу Я не знаю, что было с теми ребятами Больше их не видел Потом еще пару раз проповедовал Уже в других местах Тоже в Туле И в Москве Этим ребятам Значит И Особенно после того Как моего товарища В очередной раз избили В Москве Он армянин И Его били С криками Бей жидов Он кричал Я не еврей Его били еще больше За это Второй раз Он тоже отрекся Что он не еврей А третий раз Вот уже надоело Я кричал Да, я еврей Но его почти не били Так потюхали Самое интересное И я с бабушками Там с женщинами Беседовал На приходе Еще своим Последним И я возьми Да и не Я тогда нечаянно Такие темы зацеплял Сейчас я специально Часто зацеплю Такие темы Вот еще в разговорах И я вот как Иисус Как еврей Он пролил свою кровь Значит там что-то еще Рассказал Какой еврей Ну-ка от этого Вместо поподробнее Они мне говорят Как еврей Ну я Ну как же Ну мама Это его Еврейка Как Пресвятая Богородица Дева Пресвятая дева Еврейка По паспорту Вот Она девчонка была В училище Мы говорили Лен А кто твой папа Она цыган А мама Еврейка А ты кто Да гуская Интересно У нас семья такая Вот значит И я говорю Что значит Что Иисус Он еврей Ну по маме По крайней мере точно И значит И если бы он Ну ему дали бы Гражданство Из Израиля Значит он еврей Да Значит Если бы во времена Там холокост Его бы в газовую камеру Запихали бы Точно потому что Он еврей Мама его У него еврейка Значит То есть он Он еврей Плоть от плоти Народа своего Ну я объяснил Вот как мог Объяснил Я все так Знаете Чуть не от Адама Так вот Пришлось Очень издалека Так рассказать Ну как бы Я все знаете По шерсти Так вот Вроде женщины Успокоились Что я ничего плохо Не имел ввиду И потом И потом Когда расставались Одна из них Говорит Ой Кстати Заулыч покатался От этой истории Значит Одна из этих Женщин Говорит Хорошо Батюшка Ладно Иисус Мария Еврея Ладно Но Говорит Наших Петра И Павла Говорит Не трогайте Ой Ой Ладно Одна из них Петре И Павле Потом расскажу Как-нибудь А то слишком много Стресса для одного дня Да Друзья Ну давайте На хорошем завершим